приветствую вас на канале монах тв кто еще не знает я коллекционирую ножи российской империи и ссср в основном конечно стараюсь коллекционировать складные ножи но частенько попадаются интересные столовые ножи ну и с фиксированным клинком тоже собралась небольшая подборка из пополнений поэтому решил поделиться ею с вами ну и начать хочу пожалуй со своей одной из любимых тем тем более тут два в одном это брелоки ссср ножи брелоки конечно же ну и конечно тема олимпиады 80 прикупил вот такой вот нож брелок это у нас завод павловский сувенир о чем и свидетельствует данное клеймо ps классный брелочек олимпийский мишка по теме олимпиады хочу собрать подборочку но очень сейчас это все сложно мало попадается в хорошем сохране если попадается то цены как крыло от самолета не знаю почему и с чем это связано но как-то так по олимпиаде у меня был еще вот такой маникюрник 22 олимпийские игры но здесь вот по брелкам конечно все стандартно основной клиночек и вот такая дополнительная пилка алмазная для ногтей еще приехал для комплекта такой вот рубас олимпийский рубль обожаю такие брелочки ну кто не видел по-быстрому пробегусь покажу это накладки из кости есть еще с другим рисунком но я пока еще не завладел клоун такой вот цветочный орнамент есть два варианта пока у меня здесь отличие по цвету и чуть-чуть по рисунку видел такой еще с красной эмалью матрешки у меня тоже две вот это вообще не пользованная а это видно поработавшая вот эти два схранения сказки александра сергеевича пушкина петушок и белка орешки грызет старичок лесовичок тоже видел в нескольких цветах кафтан розовый видел даже очень интересные павлин павловского сувенира необычной формы такой брелочек такой вот еще тяжелый металл еще два с накладками из кости но они видно как отличаются от всей остальной подборки есть еще с уткой там много разных но и вот такой вот мишка пополнил данную подборку чему я просто несказанно рад также пополнилась подборка цельнометаллических ножей школьника вот здесь цена 22 копейки очень доступные были ножи в детстве но и клеймо завода металлист город днепропетровск нож в отличном состоянии я его почистил просто огонь ну и вот такая подборка есть разные и в хорошем состоянии и в плохом но вот этот вот хоть и не очень хорошем сохране зато довольно таки редкий нож это артель инвалидов мед изделия встречал такой нож на аукционе с панорамой охоты собака там не помню по моему утки были но не успел поторговаться был на рыбалке прощелкал окончание аукциона у кого-то в коллекции теперь лежит и радует ну в общем они все здесь разные вот это вообще нож старшеклассника называют типа с открывашкой правильно говорить с открывалкой для бутылок то сейчас начнут писать не так сказал и так показал цена рубль по сравнению с остальными которые 20 40 копеек 60 этот такой дорогой видимо за открывалку тоже их еще собирать и собирать столько разновидностей столько рисунков все хочу пополнить подборку ножей нарзанников пивников как некоторые называют но все никак до них руки не дойдут но они там есть реально классные красивые рисунки на рукоятях и день пограничника и горький много в общем всего интересного но все никак не дойдут руки говорю вот такой интересный маникюрник завода стис стальных изделий с интересными рисунками на накладках они же лайнеры или даже можно сказать корпус ножа всего они латунные нож двухпредметный основной клинок тоже интересной формы дополнительно здесь открывалка для бутылок и небольшая пилка для ногтей купил я его по смешной цене потому что он на аукционе назывался не нож а маникюрный набор поэтому мне и посчастливилось его забрать он даже в закладках ни у кого не был долго висел и вот теперь пополняет мою коллекцию ну и конечно подборку ножей завода стис это вот такая можно сказать классика нож жар птицы четырех предметный и даже есть у него родной чехол есть они тоже разные есть зеркальное отражение ну и конечно вот такой царь колокол тоже стисовский набор предметов тот же самый основной клинок дополнительный и с этой стороны пилка для ногтей и открывалка для бутылок как по мне так этот нож не особо и частый ну по крайней мере я не часто его вижу в продажах где-то и тем более по такой халявной цене можно сказать ну небольшая конечно подборочка но начало то есть и это главное нож бочонок полностью металлический это мне сани буре подогнал сань привет тебе спасибо большое был у товарища в гостях увидел этот нож но и отжал по-русски говоря для моей коллекции самое интересное что у него клинок зафиксирован вот таким вот способом клинок магнитится все остальное не магнитится я так думаю что это либо не ржавейка либо вообще титан какой-то производили такие ножи как в местах заключения так и на заводах какой там смены не знаю четвертый пятый либо третий но этот скорее всего произведен на заводе мне так почему-то кажется есть вот такой тоже довольно таки интересный на вот эти вот уже орг стекло наборные рукояти это зэк пром скорее всего опять же ну и целая подборка которую возглавляет вот этот вот нож его я нашел сам еще когда не коллекционировал даже ножи с металлоискателем зазвенел алюминий кто с металликом ходит тот знает какой четкий сигнал исходит от такого куска алюминия но был выкопан все остальное было заржавевшее я его отмочил почистил и лежал он у меня до начала моей коллекции так что можно считать вот его основоположником коллекции складных ножей это же складные ножи потому что клинки у них убираются внутрь бочонка вот этот вот пузлатый вообще прикольный ну и раз пошла такая тема приезжали диман с серегой лесничем вот серега мне привез такой нож тоже зэк пром наборная рукоять говорит если не надо выброшу ну как я мог отказаться вообще подобралось как бы уже нормальное количество ножей зэк пром нужно снять думаю третью часть по ним как будет время обязательно это сделаю чтобы все было в одном видео вот такое вот пополнение конечно не особо большое но как по мне очень интересное я думаю будет интересно всем тем кто любит и коллекционирует ножи времен ссср особенно складные всем отличных пополнений не важно что вы коллекционируете хоть ножи хоть монеты хоть любые предметы старины побольше вам раритетов коллекции редких предметов но на самом деле это не важно редкий предмет или нет главное чтобы его не было в вашей коллекции на момент пополнения это приносит большую радость и удовольствие как мне приносят вот такие небольшие пополнения подписывайтесь на канал кто еще не подписан будет много всего интересного оставляйте свои комментарии я их все читаю делитесь этим видео с друзьями это помогает развитию канала продвижению также подписывайтесь на мою страничку в инстаграме там частенько бывают анонсы фотографии с ножами времен российской империи ссср с дегидратором автоклавом рыбалкой и так далее и тому подобное всем счастливо пока а